Ты начальник, я ставлю задачи, вы их плохо выполняете. Но в отсутствии лидера ничего не работает. Ты есть главное ограничение того дела, которое ты задумал. Как все-таки мне перестать быть начальником и стать лидером? Россия это вообще страна начальников. Игорь, у меня есть небольшая команда, с которой я работаю, и примерно 40% задач из тех, которые я ставлю, не выполняются. Я не понимаю, в чем проблема. То ли мне команду нужно сменить, то ли во мне что-то не так. Россия это вообще страна начальников, ну не лидеров. В России часто под словом лидер понимается, что это тот, кто главный. Пока люди не осознают, что лидерство это осознание своих сверхзадач, то не будет в России никакого лидерства. Российская школа воспитания лидеров воспитывает начальников, воспитывает главных, которые распоряжаются ресурсами, которые делят пирог, которые бюджет бюджетируют. Вот этот рентный подход, который так распространен, рентный, ты владеешь ресурсом, который у тебя есть, а у других нет, и ты начинаешь за счет раздачи этого ресурса прикармливать вокруг себя вассалов. Рентный подход, рентный процесс на землю, на нефть, на полезные ископаемые, на людей, какая разница, на все. Кооператив «Калитка» я его называю. Шлагбаум поднимаешь, калитку открываешь. Если сейчас посмотреть, в России 20 миллионов людей — это такие хозяева калиток, поменьше, побольше, калиточек и так далее, они ничего не делают, кроме как калитку приоткрывают за деньги. Но дело в том, что калитка — это очень легко повторяемая вещь, раз, и калитку могут это брать. Но вся возня по переделу калиток — это на самом деле дележка очень схудного пирога. Вот эта вот модель, она не порождает лидеров, она порождает начальников, главных, главных феодалов, главных рабовладельцев, главных автократов. Это вообще никакого отношения не имеет к тому, чтобы возникал лидер, за которым люди бы шли, подчеркиваю, добровольно шли. Это касается лидерства в стране, это касается лидерства в каком-то тематическом сегменте, это касается лидерства в компании, это касается лидерства в семье — везде. Но если ты не научился управлять, у тебя есть способ потанцевать, поиграть, попринуждать. То есть много способов. Это всё твой арсенал как управленца, это ты же возомнил себя начальником, ну так и овладевая другими способами. Игорь, а то, что я плачу им высокие зарплаты, они от меня зависят, этого как бы недостаточно для того, чтобы просто закрывать те задачи, которые я ставлю. Но если ты недоволен результатами своей компании, своего бизнеса, вот тебе самый мощный ответ на твой вопрос. Наверное, недостаточно. недостаточно твоего знания и представления, твоего умозрения, чтобы создать иное. И любые твои попытки перепробовать всё, что доступно тебе, из комбинирования того, что у тебя есть, они привели тебя к тому, что не срабатывает. Если ты построил другую систему, которая работает, которая актуальна, которая действенна, ты по результатам её экспансии, её развития, ты сразу видишь, что что-то экспансирует, развивается и притягательно для самых лучших, самых драйвовых людей. Они к тебе стучатся, хотят к тебе присоединиться. Здесь не нужно никаких микроскопов, чтобы это разглядеть. То есть дело в тебе, ты и есть главное ограничение того дела, которое ты задумал. Как всё-таки мне перестать быть начальником и стать лидером? Я уже сказал про осознание своих сверхзадач. Если ты ставишь себе как цель разобраться, что тебе делать с сотрудниками, как ставить им задачи, чтобы они выполняли их лучше, то ты никогда не придёшь ни к чему. Лидер, который не осознаёт свои сверхзадачи, куда он ведёт других людей, он вообще, говоря, не лидер, он начальник. Начальник уместен, когда он работает на лидера, работает вместе с лидером, возглавляя какой-то отдел, но в отсутствии лидера ничего не работает. Есть что-то ещё, что позволит стать не лидером? Нет. Нет ничего до момента осознания своей сверхзадачи. А когда ты осознаёшь свою сверхзадачу, появляется очень много чего. Новые компетенции, новые материалы, новые подходы, новые практики, новые всё, новые люди, всё новое. Поэтому до момента осознания своих сверхзадачи ничего не будет, ты просто практикуешь и тренируешь, втренировываешь свою рентную сущность. Ты начальник, я ставлю задачи, вы их плохо выполняете. Пока я не стал лидером, задам вопрос из позиции начальника. Я в своей команде выделил три типа людей. Первый тип – это такие рабочие лошадки, поставил задачу чётко, они её чётко выполнили, но никогда не выходят за рамки. Есть второй тип – это такие сумасшедшие креативщики, которые выполняют задачу совсем не так, как я прошу, по-своему. Иногда это получается круто, но чаще всего не очень. Есть третий тип – имитаторы, которые имитируют бурную деятельность, у них всегда очень много задач, но результат минимальный. Какой подход в работе должен быть с этими типами людей? Как быть тебе как начальник? Я опять вернулся к вопросу. Да я не знаю, я не начальник, понимаешь? Но очень много начальников, которые есть в бизнесах или в компаниях, которые я владею, которые я развиваю, конечно. Поэтому каждого начальника я знаю, как сделать лидером, осознающим свою сверхзадачу. Ну или дать ему шанс такой, потому что от меня не зависит его решимость и решение, и решимость, и желание, и жажда стать лидером. Но шанс я даю каждому. Отправляю на X10 Академию. Ведь самый главный метод в X10 Академии – это изменение умозрения через создание череды направленных проживаний. Когда бывший начальник, который живет этим, потому что он начальник, что он все знает, он вдруг для начала узнает, что он не все знает, и вообще он мало что знает. И вдруг он вообще осознает, что есть более интересные игры, чем играть в игру «я начальник, ты дурак». И тогда этот начальник бросает себя в прошлом, оставляет себя в прошлом, в прошлом, и начинает новую игру, новую жизнь. Поэтому люблю начальников, которые встали на этот путь. И эксплуатировал, буду эксплуатировать тех начальников, которые просто как начальники, ну такие администраторы своих отделов. Статистика показала, что сверхвысокие задачи, которые стоят на уровне общества, стран, континентов и так далее, вообще наилучшим образом решаются вторым способом – лидерством. А уклады политических систем и уклады вот таких начальственных систем, они имеют на сегодня вторичную сущность, но они тоже важны. Соединение этих двух подходов дает максимальный эффект. Посмотрите на Китай коммунистический, где сохраняется высоченный уровень системности и коллективный субъект развития с точки зрения структуры направленности создает коммунистическая партия Китая. А мощные шаги, драйвинг и вот эти вихри, которые выбрасывают буквально Китай в экономические лидеры мира, задают предпринимателям. Вот типичный пример, когда у них соединены две вещи. Нельзя оставить одну, только две, две руки, два глаза. Много таких систем, которые дуальны. Кости и мясо, нервы у человека. Представь себе человека из одних костей, такой скелет, вертикаль власти такая, вертикаль власти в виде скелета. Игорь, я в будущем хочу стать лидером, но окружающие видят во мне только подчиненную. Как мне развить лидерские качества и вообще возможно ли их развить или это что-то такое врожденное? Люди, которые вокруг тебя, всегда будут тебе говорить, что ты подчиненный. Им нужны работники, им нужны рабочие руки и так далее. Поэтому это нормально. Найди таких людей, которые поддерживают тебя в стремлении попробовать проявить свои лидерские качества. Я гарантирую, что в каждом человеке живет ген лидерства. Но он проявлен ровно настолько, насколько ты его тренировал. Например, очень многие женщины в семье проявляют такое лидерское качество. Они говорят, все, я знаю, как делать вообще все. Вот ответ на вопрос, насколько сильно распространен вот этот вот ген лидерства, он очень сильно распространен. Но проявлен он в разных местах по разному силу наших тренировок, силу наших представлений о самих себе. Вот если твое представление о себе сформировано под воздействием других людей, которые говорили тебе, нет, ты не лидер, ну окей, ты просто не проверяла даже. Я дам тебе один простой такой путь или практику. Выглядит она следующим образом. Первое, попробуй несколько проектов, просто возьми и попробуй. Встань там, в позицию лидера. Приготовься к огромному количеству шквала, шквала буквально, окружающих тебя людей, которые тебе будут говорить, вот, у тебя все равно ничего не получится, а ты все равно пойди. Приготовься к огромной боли. Когда ты готова, ты же не будешь обращать больше на это внимание. Наоборот, это будет создавать тебе ясность. Окей, я знаю, что будет, вот это наступило. Нормально, это как указатели на дороге. Если никто тебе не говорит, что ты делаешь неправильно, знаешь, что это означает? Это означает, что ты какую-то херню делаешь. А если много людей тебе говорят, вот, неправильно, это не твое, давай сверни, это может означать, что у тебя что-то будет получаться иное. Получи свой опыт лидерства и убедись, что у тебя получается так же лучше или, может быть, даже лучше, чем у тех, кто говорил, что у тебя это не получится. Это будет твоя маленькая победка. А какие-то конкретные качества я в себе должна развивать при этом? Типичное заблуждение, что надо развить какие-то качества или поучиться еще, или мне не достает чего-то, чтобы отправиться на попытку. Это примерно как, если нам сделать шаг в каком-то направлении, я бы себе придумал такую штуку, вот прежде чем я сейчас сделаю шаг, мне надо прочитать советскую энциклопедию, еще что-то сделать, вот я стою на месте, уже три дня читаю, понимаешь, энциклопедию и так далее. Подожди, вот шаг, ну возьми, сделай. Это такое обоснование, не делание шага в виде «я еще не готов». Все, все люди готовы. Более того, люди слишком сильно готовы, но мозг людей продуцирует замедлители или такие остановители. Для чего? Для того, чтобы сохранить энергию. А вдруг завтра война, а ты уставший. Могут ли вообще лидеры собраться в одну команду и быть равноправными, когда никто не доминирует? Или это какой-то миф? Да, могут. Но есть одно обстоятельство, которое при этом удерживает их в поле друг друга. Это лидер-интегратор. То есть сами по себе лидеры, они такие автономные, сильные, мощные. Они очень редко взаимодействуют с другими лидерами, максимально стоя на позиции, что они самодостаточны. И к моменту, когда они сталкиваются с задачами, с целями или с замыслами, которые они не могут осуществить в одиночку, когда и требуется взаимодополняющее партнерство с другими лидерами, к этому моменту, подойдя, они очень часто сталкиваются с тем, что они не могут уживаться в поле друг друга, они постоянно выясняют, кто более сильный лидер, кто будет старшим в этом лидерстве и так далее. В этот момент может появиться такой лидер, который может быть вовсе даже не лидер в чем-то, в том, в чем они лидеры, но он лидер в интеграции этих лидеров. Он может совместить несоединимое, то есть он может удерживать этих лидеров друг с другом и создавать новую сущность, способность нескольких автономных лидеров работать вместе в команде. Вы сейчас говорили про интегральных лидеров, а вы к каким лидерам себя относите? И как вообще получается так, что вы ведете за собой людей? Я отношу себя, в общем-то, к интегральным лидерам. И идя по дороге к данной роли, к данной явленности, конечно же, я был в лидерах направления, там, например, каменная вата, технониколь, там много чего было такого прикладного, но самые большие успехи у меня в жизни, в бизнесе, в обществе, они возникли именно в роли интегрального лидерства. И еще возникнут некоторые явленности, они еще произойдут в ближайшие 10-15 лет. Их сейчас не видно. Каждый человек рождается пустым, как хардвер, который заполняется операционной системой, а потом еще заполняется приложениями разными. Вот и человек, каждый, когда рождается, у него есть открытый потенциал проявиться как лидером в различных направлениях и побыть разным. Каждый человек, который осознал свою сверхзадачу, он лидер, который осознал сверхзадачу, и куда-то идет, и эта сверхзадача яркая, манящая и так далее, ну почему-то за ним выстраивается очень много людей. Поэтому мне задавать вопрос, как сделать так, чтобы люди за мной пошли, я так скажу, если я куда-то иду, и эта манящая цель притягательная и большая, за мной автоматически кто-то хочет пристроиться, встать, все. Поэтому я никого никуда не веду. Люди сами принимают решение идти со мной туда. Добровольное, мощное изнутри решение идти со мной, быть моими сопутниками. Начальник ведет своих подчиненных. Он создает вот эту ячейку, правила. По отношению к начальнику можно сказать, что он ведет куда-то своих подчиненных. Лидер никого никуда не ведет, за ним просто идут.